Рынки еще помнят недавний призыв президента США Джо Байдена к странам-членам ОПЕК нарастить нефтедобычу с целью снижения ценной энергоресурсы. Учитывая, что в текущей экономической ситуации не выделяется инвестиция на разработку новых месторождений нефти, единственная страна из ОПЕК, что могла увеличить объемы нефтедобычи, была лишь Саудовская Аравия. Но и Риад помнит, с какой риторикой вступил на пост главы США Байден сделать Саудовскую Аравию изгоем. И вот министр нефти принц Абдель Азиз бин Салман предупредил, что его страна намерена в ближайшее время наоборот сократить нефтедобычу. И, скорее всего, к аналогичному решению придут и страны-члены энергетической сделки ОПЕК+. Именно так крупнейшие нефтепроизводители намерены бороться с резким падением цен на нефть. Здесь принимаются в расчет признаки грядущей глобальной рецессии с пониженным спросом на сырье. А также последние новости относительно возобновления переговоров западных стран с Ираном по поводу ядерной сделки, что может вернуть на мировой рынок иранскую нефть. И мы видим на графиках, как вчера днем имела место высокая волатильность, где котировка вначале обвалилась на 4,5%, а после отросла на тот же самый объем. Несмотря на нисходящий прострел, цене так и не удалось удержаться ниже отметки в 94 доллара за баррель на четырехчасовом периоде. В итоге технический сигнал, указывающий на продолжение нисходящего цикла, не был исполнен, а котировка вернулась в район сопротивления на 98 долларов за баррель. В данной ситуации восходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами лишь после удержания цены выше отметки в 98 долларов за баррель. В то время как нисходящее развитие будет актуально в случае возвращения цены ниже отметки в 94 доллара. При этом цены на золото спустились к месячному минимуму чуть ниже отметки в 1740 долларов. Фьючерсы на золото всего за одну торговую неделю уже потеряли от стоимости около 4%. И это сильное ценовое изменение для данного торгового инструмента, которое указывает на перегрев коротких позиций в краткосрочных временных периодах. С точки зрения технического анализа допускается формирование отката вверх. Роль опоры может сыграть ценовой район отметки 1715 и 1725 долларов за тройскую унцию. Но фундаментальных причин для отскока вверх для котировки золота практически нет. Инвесторы переводят свои средства в гособлигации США и доллар, ожидая от американского центробанка агрессивного повышения процентной ставки, на что ФРС вынуждена пойти, дабы замедлить инфляцию до 2% годовых. В ходе прошлой торговой недели ряд голосующих членов Комитета по операциям на открытом рынке выступили с заявлениями, в которых четко дали понять, что будут продолжать настаивать на ужесточении и поддерживать подъем ставки на 75 базисных пунктов. А уже в конце этой недели инвесторы готовятся узнать подробности относительно дальнейших планов ФРС уже от главы Центробанка США Джерома Пауэлла, который выступит на ежегодном экономическом симпозиуме в Джексон-Холл. Российская валюта на волатильность доллара реагирует слабо. Котировка по-прежнему сосредоточена в пределах психологического уровня в 60 рублей за доллар. В данной ситуации стабильное удержание цены выше контрольного уровня приведет к движению по амплитуде от 60 до 61,5 рубля за доллар. В то время как нисходящий сценарий будет актуален в случае возвращения цены ниже отметки в 57,5 рубля за доллар на четырехчасовом периоде. А на этом у нас пока все. Мы желаем вам профитных сделок и ждем вас на нашем канале с новыми видео уже через пару часов. До встречи!